Ни для кого не секрет, что украинская пропаганда, да и даже Министерство обороны Украины каждый день публикуют фейки о действиях российской армии. Вот на днях выдали настоящую сенсацию. Золотые зубы сельского стоматолога, как неопровержимые доказательства жестких пыток над местными жителями. С начала начальных следственного управления в Харьковской области Сергей Балвинов опубликовал в Твиттере ряд фотографий и сообщил, что в поселке Пески Радьковские были слышны крики, а когда ушли русские, то была обнаружена настоящая камера пыток. Украинская полиция якобы уверена в том, что российские военные устраивали казнь в селе. Обнаруженный фалоимитатор, противогаз и коробка с золотыми зубными коронками это подтверждает. Якобы зубы россияне вырывали у жертв прямо в пыточный, подобно тому, как это делали нацисты в концлагерях. Обычный подвал без следов крови, жертв тех самых пыток инструментов превратился в пыточную. Публикацию, не имеющую никаких доказательств, конечно же, поддержало Министерство обороны Украины и распространило в своих соцсетях. Подпись к посту. Камера пыток в Песках Радьковских. Две фотографии противогаз был надет на голову жертвы, которую накрыли тлеющей тряпкой и похоронили заживо. И коробка золотых зубных коронок. Мини-освенцем. Этот фейк, конечно, опровергли все российские СМИ. Вот издание Bild. Немецкие журналисты добрались до того самого поселка в Харьковской области и пообщались с местными жителями. А главное, нашли того самого стоматолога, которому и принадлежит коллекция зубных протезов. Мужчина заявил, что эти коронки раньше принадлежали его пациентам. Врач также добавил, что за 30 лет практики удалил десятки тысяч зубов, которые уже потом стали его необычными экспонатами. Подтверждение своих слов он показал журналистам другую свою коллекцию коронок. Вот такими вещами занимается Украина. Будьте осторожны и не ведитесь на фейки. Субтитры создавал DimaTorzok